Добрый вечер всем. Коллеги, еще раз маленькая проверка звука. Как меня слышно? Спасибо. Смотрю, что мы в хорошей компании. Спасибо всем, кто пришли. Спасибо всем, кто пишет откуда. Пришли и появились на нашей площадке. Вы знаете, что у нас это правило не отменяется. И я прошу каждого, кто подключается к нашим встречам, чтобы при регистрации заполнял свою страну и город проживаний. Всем так будет приятнее, интереснее встречаться и знакомиться. И почувствовать, что мы не в одной комнате все сидим. Все-таки весь мир окружаем. Ну что, у нас хороший рабочий такой горячий момент. Много что нужно сделать. У нас закрытие месяца, да, последние дни. Поэтому, наверное, очень такие деловые, важный и рабочий вопрос сегодня обговорим. Некоторые рекомендации и немного новой информации. Но новая информация очень-очень важная. Извиняюсь, сегодня без камеры. Несколько раз выбивал меня из комнаты. И хочется, чтобы мы не останавливались где-то на полпути. Поэтому работаем только с микрофоном. Коллеги, хочется начинать с такой очень серьезной и важной информации. Занял слайд у коллеги. Может быть, кто-то уже слышал эту информацию у Владимира Маслова. Но хочу сегодня несколько моментов подтвердить. То есть будем реальны, будем реальны и будем признавать реальную ситуацию о том, что о нас говорят и пишут очень много. И если уже пишут и говорят много, то бывает информация разная. Бывает позитивная и бывает не настойно приятная. И здесь по поводу этого могут быть разные моменты. Почему это так? Но один фактор очень важный – это то, как мы себя ведем, что зависит от нас и где мы сами допускаем, может быть, нелепые ошибки. Поэтому это все нужно проговаривать нам на наших встречах это раз. Потом обязательно эти пункты нужно проговаривать с вашими партнерами, с вашими командами. Очень-очень рекомендуем. Активнее об этом говорить и между собой. Обязательно те, которые выступают перед аудиторией, перед своими командами. Это очень важные моменты. Насколько мы четко, корректно понимаем, что мы рекламируем, чем мы занимаемся. И говорим ли правду или хочется каждый раз немножко добавить чего-то от себя и, как говорится, раскрасить красочнее ту картину, в которой мы находимся. Знаете, у нас шикарный проект. У нас уникальный период в проекте. Мы переходим, буквально в ближайшие дни уже готовимся к переходу. Мы переходим к десятому этапу. Мы строим, мы едем, мы сертифицируем, мы выступаем на выставках. Мы заключаем уже контракты. Ну, то есть мы делаем все для того, чтобы говорить только о том, что реально происходит, и не приукрашивать уже ни на одно лишнее слово. А самое главное разобраться в каких-то, ну, четких словах и выражениях, которые нужно употреблять. Поэтому быстренько хочется вам напомнить эти пункты и пройтись с вами вместе. Где, что мы говорим, да, о своем проекте, где мы вообще находимся. У нас венчурный инновационный проект. Как был в 2014 году, так и сегодня до сих пор мы находимся в венчурном инновационном проекте. Все вместе. И наш проект по-другому называют стартапом. Это именно то время, когда новым идеям, новым планам реализоваться труднее всего. И именно к этому времени многие компании, используя метод поддержки со стороны, с тех людей, которые тоже так иду, похоже думают или имеют дополнительный интерес, или просто ищут разные интересные события, которых поддерживать. Это чисто от отношений каждого человека. Многим кажется, что так интереснее жить, если можно свою руку прикладывать к новым идеям, к новым вещам, к новым событиям. И вообще изменению мира сегодня и на завтрашний день. Поэтому мы в проекте стартап. Это сложный этап. Он не длится один, два, три дня. Он длится обычно несколько лет. И мы, многие из нас, свидетели этому. И ничего не изменилось. Даже для тех инвесторов, которые пришли в 2014 году, и для тех, кто приходит сегодня, по отношению к этим двум пунктам, ничего не изменилось. Мы в инновационном проекте, и мы до сих пор находимся в стартапе. Несмотря на то, что это не наш первый этап из наших 15 этапов развития, но практически, практически уже десятый. И в это время, пока компания находится в своем развитии, в периоде стартапа, она использует тот метод поддержки, который называется народным инвестированием. И сегодня мы употребляем немножко другое оформление, как про это говорить, и можем даже это назвать народным кредитованием. Почему мы выбрали, такой, немного делать акцент на это новое выражение, народное кредитование? Для того, чтобы вы больше вникли в сам процесс, что в этом, во всем делает инвестор, как он инвестирует, как он оформляет свою документацию, как с ним ведет переговоры, перепись, оформление документов компании, какую позицию принимает компания, и чем это на данный момент, как говорится, оформляется юридически и документально. То есть гарантии возмещения кредита. Это для того, чтобы вы подпоняли, кредит и покупка, но настолько разные термины, что здесь каждому должно становиться ясно. Мы в этот момент кредитуем проект. Часто мы говорим, инвестируем, поддерживаем, развиваем, но это мы делаем, вкладывая свои финансовые средства. И поэтому это другими словами можно назвать кредитованием. Но когда мы что-то отдаем в долг, кредитуем, инвестируем, рассчитывая на какой-то возврат, очень прекрасно, если в этот момент можно получить какую-то гарантию. И гарантией возмещения кредита является вся эта юридическая процедура, которую проходит наш инвестор при инвестировании своих средств. И в результате, когда вы отдаете проекту компании свои денежные средства, вы как гарантию получаете залог. И залог – это акции ограниченного доступа. И здесь это опять нужно очень четко понять, три раза прочитать, громко проговорить и себе задать вопрос, правильно ли я понял. Если я правильно услышал, правильно понял, могу ли я правильно это проговорить и донести дальше своим партнерам и новым инвесторам. Поэтому залог – акции ограниченного доступа. Эти дополнительные слова к словам акций, которые мы все знаем и любим употреблять, очень важны для того, чтобы мы поняли, что мы сегодня не покупаем акции. Буквально хочется красными буквами это писать. Мы сегодня не продаем акции, ни компании, ни вы, ни мы, никто в данный момент. И этот залог, эту гарантию никаким образом по-другому не назовешь и не оформишь. И поэтому приходится употреблять слово акции, имея в виду ограниченного доступа. Это говорит о чем? Это говорит о том, что на русском языке еще есть другое слово – доли. Может быть, лучше на русском языке перейти на это слово доли, чтобы вы как будто чувствовали разницу. Потому что момент, который происходит сегодня, люди не до конца понимают разницу между ситуацией сегодня, между ситуацией, которая поменяется в ближайшем будущем и весь вот этот процесс, как он происходит и где юридически правильно, где ошибочно. Мы говорим про то, что мы имеем, что мы делаем еще другим людям, как мы это объясняем. Поэтому очень хотелось, чтобы правильно поняли, покупка, продажа акций происходит на открытых финансовых рынках. И в этот момент действительно, когда компания выходит на биржу, она становится, она имеет этот финансовый инструмент, который называется акцией. До выхода на биржу в залог мы получаем документ, который нас информирует о том, что у нас, да, залогом является доли компании или акций ограниченного доступа. Это говорится о том, что это какая-то определенная... Сейчас не могу на русском найти слово. Именно тот инструмент, с помощью которого, как говорится, измеряется ваш объем средств, который вы инвестируете в проект. И чем этот объем можно измерить, оценить и как-то оформить. И нужно четко понять, что в данный момент это внутренние доли компании. И мы их не можем купить и продать, как акции, которые покупаются и продаются и работают на финансовых рынках. И действительно, если мы используем одно и то же слово, мы должны понять разницу самого механизма и разницу ситуации. В какой ситуации мы сегодня в компании, в проекте, и к чему компания стремится. И мы в том числе и ждем результат. Именно этого выхода на финансовый рынок, оформлений своих реально существующих акций, которые могут быть уже финансовым инструментом и выступить на бирже как инструмент на продажу и покупку. И еще здесь очень важный нюанс, что мы как партнеры, инвесторы компании, проекта не можем планировать какую-то покупку, продажу между собой. То есть это не бывает таким упрощенным видом. Это всегда сложный механизм, на который нужно готовиться и придется даже и подстраиваться под весь этот механизм, как он будет происходить. Поэтому не используйте эти неправильные слова, думайте, что вы говорите. И когда мы рассказываем о проекте, делаем, наверное, акцент на три пункта. Первый – это венчурный инновационный проект. Это говорит о том, что у нас до сих пор сохраняются риски, существуют, да, степень рисков меняется с каждым этапом и каждый день, когда что-то реальное, новое происходит в компании, степень риска меняется нам, как говорится, в нашу пользу. Да, то есть степень риска уменьшается. Но мы остаемся в венчурном проекте, который несет свой риск. Второй пункт, что это стартап, это именно тот период, когда весь мир практикует такой опыт, как народное финансирование, которое мы сегодня немножко вас приводим к новому термину – народное кредитование. для того, чтобы не путаться в том, что мы сегодня делаем и что мы не делаем. И третий момент, что риск сохраняется, инвестирование сегодня в проект прогнозирует, прогнозирует, не обещает, не гарантирует, а прогнозирует высокую выгоду. Но это связано именно с тем, что сегодня вы несете достаточно высокий риск. То есть, условно говоря, вчера очень высокий, сегодня только высокий, а завтра уже не столь высокий. Но процент риска сохраняется, и это соответствует планируемому доходу или нам всем ожидаемому выгоде. И про это закончить нельзя, это не говорить нельзя. И в этот момент обещать какие-то конкретные проценты и, как говорится, летать где-то в облаках, считать цифры, умножать на непонятные коэффициенты, может быть, и не стоит делать. Если в самом начале можно было и таким образом подать информацию для того, чтобы разрисовать ближайшую перспективу 3-5 лет, то сегодня все настолько реально происходит, что нам не надо рисовать никакие дополнительные картинки. Нужно просто следить за тем, что происходит, фиксировать эти факты, не забыть про них. И, может быть, даже в исторической правильности и последовательности себе это фиксировать и уметь это донести до клиентов. Что мы делаем, что мы говорим? Часто мы ошибаемся в этих разговорах, и поэтому к нам подходят потом те же самые наши партнеры-инвесторы и начинают требовать того, что мы вчера или позавчера им рассказывали и немножко приукрасили. Поэтому важно говорить только то, что мы выяснили, все называть своими именами и не боятся делать акцент на факты, которые существуют до сих пор в нашем проекте. Стараемся давать только официальную информацию, которая находится на наших ресурсах. И еще раз напоминаю, что нужно следить за ресурсными каналами. И стараемся говорить профессионально. То есть читаем. Читаем сами все новости. Читаем, слушаем видеоролики, набираем информацию, подключаемся к вебинарам. Здесь дополнительная подсказка вам. Еще раз напоминаю, у нас идут очень много новых регистраций. Процентуально очень маленький процент этих новых людей знают о наших вебинарах и участвуют в них. Очень много проходит обучения и просто подпитывается новостьями и новой информацией. Скажем так, основная команда, тот костяк, который в проекте достаточно долгое время и делает огромную работу. Но очень важно, чтобы к нашим информационным каналам официальными и также всему календарю вебинаров подключались новые люди. И если чего-то не ясно, то, конечно, обращаемся, выясняем. У нас достаточно хорошо развито общение и внутри компании. И используем разные каналы. То есть можно задавать вопросы на вебинарах, можно и идти через региональных лидеров, можно обратиться в техническую поддержку и так далее. Вариантов очень много. Так, смотрю, что у меня прямо мемуар и написали. Сразу говорю, что сейчас читать не буду. Могу отвечать на короткие вопросы, письма прочитаю потом. И несколько минут, как всегда, после нашей встречи остаюсь и, если нужно, отвечу на вопросы. Это рекомендация, это напоминание, это пожелание больше читать, больше слушать информацию от официальных каналов и следить за всем, что происходит. И не сбиваться с толку, не бояться с того, с той ситуацией, что конкуренция на рынке очень сильная и ни один бизнес не идет легко и гладко. Из-за того, что где-то кто-то сказал, может быть, не очень корректную информацию о нашем проекте, не надо сразу трястись, пугаться, убежать или прятаться. Надо просто разобраться в ситуации спокойно, без эмоций и понимать, что на рынке, в бизнесе всегда у каждой медали есть две стороны и они все обговариваются. И нужно смотреть и с одной стороны, и с другой стороны и в каждом вопросе разбираться. В данный момент, если общаться с людьми, у меня за последние дни получилось так, что опять я услышала горячий вопрос, вы знаете, как периодически и вот какой-то вопрос становится очень актуальным для многих. И сейчас я услышала такой вопрос, а что вообще нового происходит в компании? Ну, что такого особенного сейчас происходит в компании? Вы знаете, вот настолько много людей было на эко-фестивале и, наверное, вот этот патос, эти эмоции, вот все там происходящее, это настолько смотивировало и хочется, чтобы такой эко-фестиваль у нас был практически каждую неделю, да, и вы ждете такие новости, которые, ну, как говорится, рот открывается и не знаете, как его закрыть. То есть, реально, проект развивает, развивать проект, это делать очень много той работы, которую красиво не покажешь. она не всегда интересная, она иногда трудная, она занимает много времени, она занимает и определенные средства, и ее красиво не покажешь, но без нее никак. То есть, это такая базовая работа, которую просто необходимо делать. И такие работы очень разные и много происходят на данный момент в компании, и иногда не хватает вот этих три вау, гоу-гоу, таких моментов, которые, я не знаю, вам новые крылья дают. Сейчас не время ходить с розовыми очками и выращивать новые крылья. Просто будьте реалистами, смотрите, что мы переходим на новую, в новую фазу развития проекта, когда мы не маленькая компания, которая желает что-то внедрить, но мы уже выросли до такого уровня, когда нас замечают. И понимаете, когда нас замечают, это реальность. Кому-то мы нравимся, кому-то нет, кому-то мы под рукой, а кому-то мы как будто не очень интересны. И вот кто-то может в нас поверить, а кто-то всегда будет твергать. Поэтому эти беседы, разговоры, рассмотрения и со всех сторон, говорить хорошо, плохо, белое, черное, нравится, не нравится, будет, не будет. Сейчас наступило это время. И это тоже входит в период развития, период стартапа. Поймите правильно, когда закончатся все эти сомневания, когда все будет абсолютно понятно уже каждому и другого варианта нет, придет новый этап, придет тот этап, когда проект продерживает, развивает и уже строит стратегический инвестор. Поэтому мы пришли в самый сложный момент и с этим нужно считаться. И еще какое-то время просто быть готовым выдерживать разные мнения. Посмотрите каждый сам на себя. Когда вас хвалят, мы все улыбаемся, наши плечи расширяются, дышим глубже и всем хорошо и улыбка на лице. Стоит только нам делать какое-то замечание, как каждый из нас кто-то начинает сердиться, кто-то прячется, кто-то пугается. Кому-то это дает больше сил и вот здесь такой момент. Нам в 7 сейчас больше сил, больше понятия и желания все понять, стать более профессиональными, сильными и просто идти и делать дальше. Это очень важный момент. И параллельно следить за тем, что происходит в компании. И знаете, сегодня не очень хочется поговорить о столь важном процессе, который уже идет, идет, идет и в каких-то моментах мы ожидаем некоторые процессы уже близко к завершению, некоторые только запускаются. Этот весь сложный процесс в разных направлениях называется сертификацией. И я хотела, не часто я это делаю, но я хотела бы сегодня, чтобы мы очень внимательно вслушались в этот процесс. Это один из процессов, которого красиво не покажешь, всем радостно будет, когда будет, как говорится, конечный результат. И он очень близок. Но каким образом он делается, сколько людей к этому прикладывает свои усилия, как это делать, в каких направлениях, об этом компания в данный момент готова с нами делиться. Я вас приглашаю сегодня уделить этому внимание, сейчас очень четко это прослушать и подумать, какой серьезный процесс, какой серьезный этап в данный момент происходит. Посмотрим «Скайуэй» Подобно тому, как подводная часть Айсберга не видна, но при этом составляет 90% его размера, незамеченной остается ининая доля той работы, которая проводится при создании технологии Skyway. Эта технопарк ведь вершина Ледяной горы, и сегодня мы хоть немного постараемся заглянуть под воду. Основным этапом в практической реализации СТС станет создание испытательного полигона для полномасштабной опытно-промышленной отработки путевой структуры транспортной системы. Исследования и испытания отдельных узлов агрегатов и элементов транспортной линии, модуля и инфраструктуры будут также осуществляться на специально созданных лабораторных стендах. После опытно-промышленной отработки СТС на полигоне ее стандартизация и сертификация высоко-скоростная транспортная система нового поколения может быть рекомендована к использованию как в развитых так и в развивающихся странах. Так писал Анатолий Юницкий в итоговом отчете по проекту Центра ООН по населенным пунктам Хабитат еще в 2000 году. В 2017 струнный транспорт вплотную подошел к этому моменту. Для чего нужны наука, конструирование, проектирование, производство и строительство? Вроде бы ясно немногим. А вот мудреное достаточно слово сертификация еще ясно не всем. Что это за зверище мы его едят? Попробуем сегодня разобраться с помощью специалистов. Сертификация это подтверждение соответствия созданных конструкторами изделий каким-то требованиям, которые установлены нормативными документами в технических условиях в той же конструкторской документации. Человек, который придумал машину, он хотел бы и сам увидеть способна ли она к тому, что было задумано. Для этой цели проводится доп. сертификации, проверка возможности использования продукции по назначению. Этот процесс называется приемочное испытание. Орган по сертификации, он же который отвечает за постановку нашей продукции на производство, составил для нас технические задания на каждое изделие. Я скажу, что этот экзамен не совсем легкий и, например, по юнибусу мы 24 вида испытаний должны пройти, по юнибайку 25. Соответственно, объем работы можно уже оценить и представить. Эксперты органа получили от нас информацию техническую, получили конструкцию, документацию, изучают конструкцию. Кроме того, по договору с нами они разработали программы методики для проведения конкретных видов испытаний. Эти методики сейчас переданы в производство, все наши конструкторы и производственники знают о них и готовятся соответственно к проведению испытаний. Сами испытания намечены на 11 сентября этого года. К нам приедут эксперты органов по сертификации и мы совместно с ними в течение двух-трех недель проведем комплекс испытаний для подтверждения всех свойств, заложенных в наши изделия. В начале года мы планировали завершить сертификацию еще в конце весны. Для этого имели все основания. Дело в том, что в феврале закрытое акционерное общество струнной технологии получило положительное заключение государственной экспертизы по архитектурному проекту строительства Экотехнопарка Skyway. То есть большая часть работы к концу зимы была уже завершена. Работа наша делится на проектирование и на строительство. В проектной документации идет деление на сооружение по путевой системе, на саму путевую систему и на подвижной состав. Касательно сооружений путевой системы. Здесь несколько все проще, потому что есть определенное правовое поле в Республике Беларусь, наработано очень много документации. Есть нормативная правовые документы, есть документы, которые действуют на территории не только Беларуси, а уже мы можем работать по евронормам. Есть правовая база для расчетов, для чертежей. Благодаря вот этой правовой базе мы можем проходить документацию касательно сооружений, подтверждать ее в органах строительной экспертизы и работать в рамках закона Республики Беларусь об архитектурной и градостроительной деятельности. Основное регулирование здесь, как я сказала, проводит государственная строительная экспертиза, которая проверяет соответствие данной документации на соответствие всем действующим нормам, в том числе и нормам безопасности, которые подтверждены, должны быть подтверждены на основании действующего. У нас есть такой технический реглам именно Республики Геларусь 2009-2013. Принцип наших расчетов ничем не отличается от принципа расчетов любых сооружений, высотных, дымовых, труб, анкерных опор, промышленности и так далее. Что сейчас подтверждено, мы получили заключение государственной экспертизы, но сейчас мы опять на экспертизе тоже объектов. Я не хочу сказать, что все очень легко и просто, потому что конечно несколько новая тема ноу-хау для Республики Беларусь нас рассматривают не просто сооружения или просто анкерные опоры, а нас рассматривают в комплексе как путевую систему и это вызывает много вопросов, потому что это ноу-хау, это изобретение, это поиск каких-то решений и наверное совершенствования этих систем постоянных. Для этого поля деятельности должны разобатываться специальные технические условия. Инновационность транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay часто вызывает недоумение у чиновников от транспорта, как известно одно из самых консервативных отраслей индустрии, но наши высококлассные специалисты способны объяснить истинное положение вещей любой аудитории. Трудности в проведении испытаний это наличие высокоскоростного транспорта, демнические нагрузки при скоростях до 500 км в час это оценить достаточно сложно наверное будет. Но мы надеемся справиться с этим достаточно успешно. Для этого есть все предпосылки и достаточно много пока еще времени для того, чтобы получить эту скорость нам необходим участок длиной порядка 22-20 км что будет в дальнейшем реализовываться в рамках нашей программы сертификации. Производятся замеры уже некоторых параметров в том числе шумов и соответствующая работа по снижению и оптимизации конструкции рельсовых элементов ведется на экотехнопарке. Вроде как пока все идет в полном порядке. Легкая путевая структура уже готова к сертификационным испытаниям. Сейчас действительно идет работа над тем над улучшением показателя шумности. У нас мы сейчас уже много чего достигли. Ну движемся чтобы вообще нас не было слышно, были бесшумными, комфортными. В общем-то в эту сторону движемся. И наконец самый мобильный элемент струнного транспорта Юницкого подвижной состав. Тут уже все предельно ясно и понятно. Даже со сроками завершения сертификации, несмотря на тот огромный объем работы, который пришлось проделать сотрудникам нашей компании, ибо сертификация не только не отменяет развитие технологий, а наоборот способствуют даже ему. Все то время, пока методическая работа шла, мы воспользовались этим временем для проведения целого ряда исследовательских испытаний. То есть за рамками приемочных и сертификационных мы проверяли те технические решения, которые были приняты по результатам расчетов, либо исследований, либо моделирования, уже в реальных физических условиях, на реальном полигоне, на реальном транспорте. Например, модернизировали тормозную систему, проверили несколько алгоритмов работы, несколько вариантов ее компоновочных решений, в том числе проверка работы алгоритма антиблокировочной системы тормозов, накопители энергии, которые развиваются лавинообразно сейчас, и мы продолжаем их совершенствовать, отдельный цикл испытаний, посвященный измерению и определению коэффициентов сцепления поверхности колес, подтверждающие теоретические выкладки, и коэффициенты сопротивления качения, в комбинации с различными типами материалов упорных колес. Мы не стоим на месте, и то, что было разработано год назад, но эти транспортные средства имеют уже улучшенные характеристики. В период после экофеста в эко-технопарке мы активно работали по программе дорожных испытаний подвижного подвижного состава. Сейчас объекты все вернулись на базу, и по рекомендации и вместе с представителями научно-исследовательского института городского электротранспорта мы готовим программы сертификации юнибуса, юнибайка в первую очередь. И вот буквально несколько дней назад они приезжали к нам посмотреть уже, скажем так, скрытые, разобранные наши объекты, чтобы порекомендовать, указать места крепления датчиков. Это очень-очень активно, плотно, и ближайший месяц нас ждет много работы по сборке и окончательно в окончательной спецификации наших подвижных юнибайка и юнибусов. Работа по сертификации движется к своему апогею, которая ожидается где-то в середине сентября. Пожелаем нашим коллегам удачи, которая, не сомневаемся, с вашей помощью будет им обеспечена уже в ближайшее время. В работе закрытого акционерного общества струнные технологии не все всегда получается вовремя, зато получается все стройской вы спасает памятник. Ну так, мы все вернулись. Я надеюсь, что вам понравился ролик и вопрос уже не понравился или не понравился. Важность этой информации именно вовремя, даже к тем, кто сегодня задает длинные интересные вопросы. Это здесь тоже часть ответов. Но я даже к этим вопросам не хочу вернуться. То есть идем дальше и смотрим, что компания делает серьезные шаги. И последняя фраза, по-моему, была очень открыта и правильно сказана. Не всегда все получается вовремя, зато все получается. Это самое главное. И в этом мы все участвуем. И я хотела бы, чтобы у вас тоже все получалось. У нас впереди закрытие месяца. Мы готовимся к десятому этапу. Он действительно к данный момент уже подходит. Коллеги, последние последние дни, последний вдох, как говорится, в девятом этапе. И некогда выдыхать. Вдохнули и побежали вот все эти последние дни, сколько еще осталось. Мы ожидаем в ближайшее время объявлений о переходе. И, наверное, в этот момент стоит проговорить нам важные аспекты, которые могут нас или тормознуть, или в будущем что-то будет меняться. Поэтому все нужно использовать сегодня, все возможности использовать сегодня. Очень важный момент напоминаю про верификацию. Пожалуйста, еще раз просматриваем, кто у нас остался без верификации. Обязательно работайте над этим, что процентуально у нас осталось меньше и меньше людей, которые не верифицированы для того, чтобы они могли до конца заключить свой договор, подписать и оформить свою инвестицию и привести в порядок всю необходимую юридическую документацию. Инсталлмент, то есть рассрочки. Всех волнует вопрос рассрочек. Напоминаю, еще раз, мы переходим на десятый этап с рассрочками, с теми программами, которых мы все любим и все ими пользуемся. Поэтому здесь разного типа рассрочки. Уникальная информация и радостная, еще раз напоминаю. для тех, кто является инвесторами в конце пятнадцатого года и получил рождественский подарок с особенным дисконтом программы, они для вас доступны и будут в десятом этапе. Это очень приятно. Спасибо компании за это и вам спасибо, что вы были в этот момент в компании, вы уже участвовали и поддерживали проект. Для всех остальных доступно то, что на данный момент в наших личных кабинетах. Когда мы переходим на новый этап, меняются программы, будут программы рассрочки, но они уже будут по условиям десятого этапа. К чему нас готовит десятый этап? Это в среднем смена дисконта где-то в рамках 25%. То есть на некоторых программах этот процент немножко отличается, но в среднем дисконт меняется в среднем на 25%. То есть дисконт уменьшается. Но рассрочки как таковы остаются и в десятом этапе как старые инвесторы, так и новые инвесторы смогут использовать этот инструмент именно приобретении пакета по графику выплат. в девятом этапе уже на переходе девятого было высказано предупреждение, то есть информация уже была дана и сейчас можем ее практически подтвердить, что десятый этап отменяет активность на акционный счет на акционном счету. То есть акционный счет у нас активно действует только закрытие девятого этапа. Поэтому мы не зря уже последний месяц говорим о том, что пользуйтесь всеми этими дополнительными возможностями и бонусами. То есть при переходе дождитесь всех последних своих поступлений и за накопленные акционные доллары можете делать конвертацию на вам самый подходящий пакет и напоминаю, что здесь можно добавить других счетов нехватающие средства для того, чтобы пакет был максимально выгодный для вас. Если говорить о плане вознаграждения, основной, то есть база плана остается такой, какая она есть. То есть главные изменения касаются акционного счета и еще будут дополнительные условия для получения интересных бонусов. Это будет касаться уже больших уровней, особенно топ-экспертов, потому что топ-эксперты в данный момент это самый лучший уровень в компании и к этим людям сперва благодарность, когда они это достигают, но потом к ним и определенные требования будут для того, чтобы они могли пользоваться этим статусом по полной программе, то есть зависимо от того, как они будут проявлять свою активность. Поэтому для топ-экспертов будут внесены новые дополнительные условия. Ну, а то, что будет интересно в десятом после перехода уже, то есть переходный этап всегда это немножко напряженная рабочая обстановка, когда всем хочется сделать то, что не сделали вчера, хочется сделать в последний день, но когда мы уже спокойно перейдем на десятый этап, естественно, будут некоторые дополнительные вознаграждения, бонусы для поощрения активных людей, но это уже будет не изменение или что-то убираем, а это будет как дополнение и позитивное дополнение. Я думаю, что все будут этому раны и об этом уже будем говорить, когда спокойно перейдем на десятый этап. То есть в целом мы должны четко понять, что наш уникальный маркетинг-план как базовый план остается в силе и будет работать по таким же условиям, по таким же процентам. Это, по-моему, очень важная информация. специальный дисконт говорила. Здесь хочется сделать акцент на то, что у нас все-таки на сегодня в кабинете программы инотранс, программы, которые были специально для экофестиваля с теми же деревьями, ягодными кустами, в которых очень интересные алгоритмы. Также программы детские и специальные дисконты, которые, вот уже последний пункт, это с бонусных счетов. Наверное, подходит тот момент, когда те, кто понимает выгоду программ с бонусных счетов, постепенно завершается период, когда вы накапливаете какие-то дополнительные средства. Смотрите, что у вас, как говорится, соответствует вашим доходам, вашим возможностям. Рекомендую воспользоваться этими бонусными специальными программами для партнеров. потому что, естественно, в десятом этапе они будут совершенно другими. Еще очень важный момент, который нельзя пропустить в этот период, потому что будем думать о том, как закрыть август, будем думать, как быстро уже сделать все, что хотелось перед переходом на десятый этап, но еще у нас посередине есть 4 сентября, это дата, которая отмечена как закрытие двойных кабинетов коллеги, просмотрите в своих структурах. У нас был такой этап, когда люди открывали несколько кабинетов на одно и то же иное. То есть с 4 сентября двойные и тройные кабинеты закрываются, владелец кабинета ничего не теряет, но все свои портфели выбранные нужно довести до ума. То есть одна из рекомендаций до 4-го, кто может полностью закрыть там открытые пакеты, чтобы можно было оформить сертификат, договор и уже переходить постепенно на реестр. Кто не успеет, отдельно будете обращаться в техническую помощь и договариваться о своих условиях, но активно участвовать, работать, развивать бизнес, возможность будет только в одном личном кабинете. У вас есть выбор, вы можете свободно выбрать, какой из своих несколько кабинетов вы оставляете своим главным и в каких вы просто закройте программы и оформите свои сертификаты. Но дальше активное развитие этого кабинета невозможно. то есть у вас останется доступ к открытию, открыть, посмотреть, если что нужно завершить процедуру, но и процедуры, некоторые процедуры будут закрываться, завершаться через основной личный кабинет, но в этом техническая поддержка будет вас буквально за руку вести, поэтому здесь самый главный момент, снять эту опасность, чего-то потерять. клиент как клиент, как инвестор, как заказчик определенного пакета не теряет ничего. А пунктуально, скажем, и соответствуй нашему партнерскому договору будет соблюдена и активно работать мы сможем только через один личный кабинет. Идем дальше к очень хорошим новостям. теперь несколько снимков из кабинета. Кстати, еще раз по кабинету где-то прошла информация о том, что мы вернемся к старому кабинету, напоминаю, что у нас произошли изменения в кабинете. Они будут сейчас происходить постоянно в течение какого-то определенного периода, пока мы не полностью внесем новый вид нашего кабинета, новый стиль, новые группировки наших программ. то есть программы будут вам переданы совершенно в другом оформлении и немножко будут группироваться, чтобы быстрее разобраться, особенно новичку, быстрее найти то, что ему подходит. Но это займет где-то 2-3 недели, поэтому не удивляйтесь, что постоянно в кабинете что-то будет меняться. То, что очень важно, постараемся вам всегда напомнить и показать. Один из главных моментов это как сделать инвестицию. и тут у нас хорошая новость, у нас новые счета, новые партнеры и новые возможности, особо выгодные для европейских инвесторов, так как это внутри Европы и, как говорится, внутренний перевод. Поэтому веду вас через кабинет. В новом кабинете, если мы открываем раздел банкинг, открываются все предложения, что мы можем использовать, в данный момент выбираем пополнить счет, веду стрелочкой наблюдать, пополнить счет. Если нажимаем на пополнение счета, мы выйдем большое предложение разных методов платежей. Хочу обратить внимание на новые. Это в самом низу, с правой стороны найдете SWIFT International Transfer Международный банковский перевод от 10 долларов. То есть у нас был SWIFT перевод для инвесторов начиная с 2500 долларов. Сейчас у нас новое возможно для инвесторов начиная уже с 10 долларов. Видите, приятно читать объем комиссии. Она действительно практически нулевая. время зачисления если смотреть по Европе это может быть в течение одного дня, потому что в Европе перечисление делается много раз в течение дня. Но как говорится банк берет компании в стандартное время 1-5 рабочих дней для того, чтобы наш инвестор чувствовал себя спокойно. Самое главное, чтобы вы смогли, умели этот раздел найти и знали, что он уже в рабочем режиме, поэтому мы полностью пройдемся. Когда вы находите этот символ, логотип SWIFT, международный банковский перевод от 50 долларов и нажимаете на эту информацию, у вас открывается следующее окно, которое ниже, пополнить счет. В тот момент при открытии мы видим выделенное пополнение в долларах, потому что это все расчеты в кабинете в этой валюте идет, но у вас появляется возможность выбрать вам нужную валюту. Идем по примеру. Секундочку. По примеру, если выбрать, то есть выбираете или доллар, или евро, тогда перерасчет сразу происходит, без комиссии просто конвертируется сумма. Я для примера выбрала 100 долларов и отметила потом в евро. Сейчас мы увидим. Что важно? Видите, красная надпись. Поле, отмеченное звездочкой, обязательно для заполнения. Подтверждаю правильность введенной информации. При том, как вы выбираете этот метод оплаты, от вас требуют некоторые данные. Их нужно заполнить. Здесь изначально сперва выбираете валюту и нажимая на валюту сразу требуют ваши данные. Данные нужно заполнить и нажать далее. После далее идет Swift Invoice. В кабинете у вас высвечивается такое окно. И смотрите, вы можете сразу скачать и должны это сделать. Invoice для оплаты. То есть создается документ на тот момент, когда вы выбираете пополнить счет. Нажимаете на и это новый. Если смотреть, если вы делали несколько таких операций, то у вас сохраняется здесь история. Поэтому к предыдущим Invoice не будет этого красного знака, как новый Invoice, который в данный момент нужно скачать. Да, вот здесь напоминаю про то, что нужно заполнить. Выбираем. Поменяла местами слайд. То есть в этом слайде вы видите, что у вас будут появляются анкеты, которые вы должны заполнить, даже указывает на каком языке. Здесь просьба заполнить на английском языке, я выбрала метод оплаты евро, тогда внутри кабинета банковской системы ведется сразу уже конвертация, если мне удобно инвестировать в евро, то я выбираю эту валюту. То есть смотрите, что выбирает в этот момент инвестор. Не то, в какой валюте рассчитана программа в кабинете. Он выбирает ту валюту, в которой у него на банковском счету хранятся средства. Поэтому у разных инвесторов может быть даже разные счета и разные валюты. Один раз может выбрать долларный аккаунт, другой раз евро аккаунт или фунтовый аккаунт. Как вы видите, комиссия во всех одинаковая, нулевая, и внизу сразу появляется цифра в этой валюте. То есть, если мы выбрали 100 долларов, то в долларах в экваггаленте это 100 долларов, в других валютах сразу уже идет расчет. И клиент сразу видит, какая денежная сумма будет снята с его счета или какую он должен перевести, потому что он сам будет проводить эту процедуру. SWIFT это классический банковский перевод, где сам клиент проводит, используя интернет-банк, проводит финансовую операцию, перевод средств, или может обратиться, именно пойти в банк, обратиться к оператору и с помощью оператора тоже произвести эту оплату. То есть, два варианта. Интернет-банк и личный приход в банк и перевод оттуда. важность документа. Вот, я вам показывала скачать здесь, да, новый invoice для оплаты. Мы его загружаем в свой компьютер и вот вам создается ваш invoice. Выше у него есть и номер. Здесь внутри invoice это прописан, да, номер и дата, когда он создан, сумма. Наверху все реквизиты получателя и банка. Это европейский банк, видите, с адресом, с филиалами других странах, то есть, полностью информация в invoice. И что важно, получив этот invoice. Первое, по этому invoice вы полностью видите, получатель и бан, и бан это международный код, по которому быстро, да, переводится средства, банк опознает другой банк. Также есть адрес и swift код, то есть, полная информация, если вы вручную или в компьютере должны заполнить информацию о переводе. То есть, здесь наверху вся нужная информация вам отображается. Но самое главное в лесу это указание того, сейчас документ на английском языке, в России вы сможете получить и на русском языке. Самое главное выполнить просьбу и то, что должно быть заполнено в разделе комментарии к вашему перечислению, да, и здесь просьба о том, что в комментариях вы внесли ваш номер телефона, при том, ваш номер телефона уже отражается в этом образе инвойсе, потому что инвойс создан для вас и номер телефона уже берется от ваших верификационных данных. Не зря мы постоянно напоминаем о том, что нужно проходить верификацию. Так, сразу читаю вопрос, тут увидел, да, по валютам вопрос. Предлагается 4 валюты, если у вас деньги в другой валюте, то ваш банк будет конвертировать по текущему банковскому счету. Вы выберите, что вам удобнее конвертировать. Тогда вопрос стоит по-другому. Не какие деньги у вас на счету, какая валюта, а на какую валюту вам удобнее конвертировать ваши деньги. Выбирайте тот клавиш, возвращаюсь, да, покажу вам, что понятно было. Вы мне задаете вопрос конкретно по белорусским деньгам, но тогда, наверное, так как программа оплачивается в долларах, но это рекомендация, это не обязательно, вы можете выбрать, что вам удобно, но мне кажется, если у вас другая валюта, вы хотите выбрать программу, где нужно инвестировать в доллар, то, наверное, удобнее выбрать здесь доллар. Тогда инвойс будет в долларах, ну и банк сделает конвертации. Свифтом могут пользоваться все, для Европы есть просто дополнительные плюсы в этой системе. Внутри Европы эти переводы занимают очень короткое время, и они стоят от 20 центов до 90. То есть практически бесплатные перечисления, очень выгодные, быстрые и дешевые перечисления, и, как говорится, классика всего. Так, это очень важные новости, пожалуйста, находите кабинет, пройдите сами, может быть, эту процедуру, для того, чтобы понять, что, где нажимать, как этим пользоваться, инвойс у вас создается, он остается у вас в кабинете, сразу его загружайте в компьютер, вы можете это сфотографировать, можете это распечатать, может быть, распечатая иметь в бумажном виде, пойти в банк, то есть, каждый делает как удобнее, но то, что запущена эта система на этот момент, когда мы собираемся к переходу, и у нас потребность быстрых переводов будет еще нужнее, чем вчера, да, то, я думаю, это очень хорошая новость, и рекомендую всем попробовать пройти эту процедуру, пока не пройдешь, очень сложно кому-то и другому объяснить. Так, коллеги, не забываем, что у нас два дня осталось до конца месяца, и я все-таки напоминаю, что рекомендуется делать, вести свою статистику, да, пожалуйста, оформляем свои записи, ведем свою статистику, просматриваем свою структуру, слайд новый не сделал, открыл вам старый слайд, в новой версии кабинета некоторые надписи, может быть, выглядят по-другому, но они несут ту же самую информацию, то есть, когда мы открываем свою структуру, находим сводную информацию и по уровням, находим количество своих участников, количество общей инвестиций за общее количество участников, то есть, этим отображается вся ваша командная работа, сколько людей у вас в команде, какие инвестиции сделаны на текущий момент, но и получать итог, да, и не забывайте, что у многих вот эта красная строка в кабинетах появляется, эти показатели надо добавить к высшим, то есть, если смотреть, у нас два цвета, да, синий и красный, то есть, синий показатель это та часть, за которую вы получаете оплату, то есть, бонусы, бонусная программа работает на эту часть структуры, то, что в красном разделе, это та часть, которую вы не достигаете, рекомендую достичь, это говорит о том, что нужно повысить свой статус, то есть, обращаем внимание на статус, поэтому я в самом, самую первую надпись поставил мой статус, вот каждый раз, когда вы делаете свою статистику, сами себе напоминайте, кем вы на данный момент являетесь в команде, лидером, мастером, экспертом, топ-экспертом, есть куда стремиться, партнер, консультант для новой люди, который, поэтому ведем статистику и самое главное, что мы имеем какой показатель в этой статистике, когда у нас есть предыдущие показатели и сегодняшние показатели, мы можем рассчитать рост за текущий месяц по количеству людей в нашей структуре по количеству общего объема. Если вас интересует более такая точная углубленная статистика, вы можете отдельно рассмотреть некоторые уровни, например, свою первую линию или самый активный уровень, 4-й, 5-й, 3-й, 4-й, 5-й, скажем, 3-й по 7-й, для многих могут быть самые активные уровни, вы можете последить за этой статистикой, это очень интересный показатель. То есть месяц заканчивается, поэтому все это важно делать. Так. Ну и, конечно, в хорошем настроении, да, то есть очень готовимся, улыбаемся, уже зная то, мы уже знаем, что мы переходим. Сентябрь у нас через 2 дня, в сентябре мы начинаем переход на 10-й этап и сентябрь будет именно тем месяцем, когда мы начали с 9-м и закончим месяц, уже находясь в 10-м этапе. Поэтому, коллеги, очень-очень горячий период наших активных действий, не пропускаем этот момент. Самое лучшее у нас в 9-м этапе на данный момент. Поэтому, всех самых лучших результатов всем, хорошего настроения, мы встречаемся уже в новом месяце с конкретными новостями о новом этапе, ну, будет что обсуждать. Так что, всем хорошим настроения и самое главное результатов, которые вас лично радуют, ваших личных результатов и результатов ваших командок. Работаем с командами. Это наша сила, это наше будущее, это наш успех. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok